Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Для моего сегодняшнего героя сцена – это экстрим и импровизация, а жизнь без парадоксов не имеет смысла вовсе. Знакомьтесь, легенда рязанского джаза Константин Панкратов. Как сокожий богомолец, я смотрю твои поля. А у низеньких околиц, словно чахнут до поля. Фолк, джаз, рок, стихи и проза – виртуозная игра на многих музыкальных инструментах. У кого повернется язык, назвать его пенсионером? Он по-прежнему ломает стереотипы. Кто сказал, что нетленные произведения классиков не найдут свое место на современной сцене перед искушенным зрителем? Конечно, я могу раскладывать гитару, понятно, если будет стоять такая задача. То есть мне поставили такую задачу, я должен это выполнить красиво и талантливо. Не бойтесь, это о том, что экстрим лучше обдумать заранее. Но это уже магия. Он достаточно рано понял, что иногда в жизни что-то приходится делать только потому, что так нужно. А творчество «Найдешь в себе силы и желание совмещать» будет. У меня две трудовые книжки. Чего стоят времена перестройки, когда независимо от наличия высшего образования, даже интеллигенция выучила слова «Колым», «Шабашка», «Халтура» и прочее. И кто бы подумал, что новые технологии окажутся еще беспощаднее к музыкантам, чем безработице. Я работал вахтером в педа-университете. У меня так в трудовой записано. Принято швейцаром. Честь и хвала родителям, которые в самые трудные времена находили время, чтобы сводить малышню на концерт. Гордый и счастливый маленький Костя каждый день, как на праздник с мамой и сестрами, шагал в Рязанскую филармонию. Так советские слушатели, как банку дорогой икры, осторожные с упоением, открывали зарубежную эстраду. Югославская эстрада, болгарская эстрада, звезды тех времен. Это Лилия Иванова, если вы помните. Он был в классе шестом, когда впервые в соседнем дворе услышал аккорды, которые заставили его развернуться. В окружении дворовых мальчишек, разенавших рты, пел какую-то песню, знаменитой в округе Володя. Обычный талантливый парень с серьезным прозвищем «Граф». Он и стал первым учителем и наставником. Он увидел мою решимость, то есть мое намерение серьезное. К счастью, мама еще задолго до этого разглядела в сыне музыкальные способности и никогда им не препятствовала. Просил у мамы купить мне гитару. Она купила мне маленькую дамскую гитару. Очень маленькую. Я начал брать уроки у местной знаменитости. Мало кто знает, что он закончил детскую спортивную школу по волейболу и был очень спортивным молодым человеком. А вот к учебе, честно говоря, не тянуло. Я доучился до пятого класса. В пятом классе я пришел к выводу, что я перестал учиться. Уроки вообще не делал. Ходил просто в школу. Он рано потерял отца и мама так уставала на работах, что практически единственным воспитанием было приобретение фортепиано-аккорд. Но если на чистоту, время было счастливое. Еще при папе они переехали из деревни в Рязань. И с этим связана любопытная и даже в чем-то криминальная история. Первые два года жили нелегально, без прописки, в саду юнатов напротив торгового городка. Там была, как сейчас помню, контора и еще какое-то складское помещение. Отец прорубил в дверь, сложил там печку. И мы все жили в деревне в Крепиковской области. И всей семьей, мама и четверо детей, мы туда переехали. Туалет был на улице. В память навсегда врезался один день. В торговом городке разместилась сельскохозяйственная выставка. И тут словно удар током. Магические аккорды знаменитого Чака Берри, Джонни Бигут. С области привозили достижения продуктов. И я пошел, я там жил рядом, я пришел посмотреть. И около вольера с быками стояло три здоровых быка, племенных. Ну это с кольцами на зрях, это все, они такие были. А из колокольчика, который был рядом на столбе, доносился Чак Берри. Если кто помнит, раньше музыканты нередко пользовались колонками, которыми озвучивали кино. Примерно с такой техникой Константин Панкратов в составе молодежного ВИА впервые вышел на сцену. В восьмом классе мы с друзьями по классу организовали группу в школе. Тогда появились в продаже гитары по 9 рублей звукосниматели. То есть мы к акустическим гитарам прилепляли звукосниматели. Колонки были такие, украина. Так сцены домостроителей и танцплощадки на школьных вечерах стали местом первых заработков и проб. Меня пригласили в один коллектив, который вега, это был суперский коллектив в Рязани, вокально-инструментальный. Он обозревался при педоинституте. Они все учились в педоинституте. Серьезный какой? Серьезный ансамбль. Они все, ребята, учились в педоинституте. Я был моложе их лет на 5-6. В свои 18 он уже работал в Элистинской филармонии. И понял, что уличной школы недостаточно. Дважды он поступал в Рязанское музыкальное училище. Но еще на пороге было ясно. Такой ПС-контроль не пройдет. Уж больно западом потягивает. В итоге я поехал в город Стольный Владимир. А там меня приняли с двумя волосами. И с расклешенными брюками. Это было золотое время, когда в каждой школе рождался свой музыкальный ансамбль. В 1969-1970-1971 год фестиваль Вудсток. В мире вообще была очень такая сильная тенденция. Движение хиппи, демократия, там всеобщая любовь. Но все это не очень ввязалось с размеренной семейной жизнью. Его спутницам рано или поздно надоедало ждать любимого из долгих гастролей. И мириться с творческими порывами. Он и сам понимает, насколько важный иметь ощущение дома. Для меня, в первую очередь, ощущение уюта. То есть это то место, куда ты можешь прийти, ты там защищен. И ты там можешь отдохнуть. Никто тебе не сможет никак помешать. Если на чистоту, то у вас требованность на сцене – это еще и вопрос грамотного промоушена. Изначально нести доброе и светлое тому, кому это нужно. Филингс для меня – это самый стабильный и долгий коллектив, с которым я проработал уже 20 лет. Это вот в том составе, который никогда не разбегался, не распадался. Работа в коллективе – это жизненно необходимое для музыканта партнерство, считает мой герой. В прошлом году был интересный совместный проект группы «Филингс» с Московским музеем Есенина. Начиная с Берлина и заканчивая в Упертале. Мюнстер, Нюрбинг, Гамбург. Мы проехали 7 тысяч километров. То есть там была выставка. Мы вывозили выставку музея Есенина Московского и концертную программу Есенинскую. А чтобы состояться самому, приходится воплощать массу проектов, заниматься студийной работой, проводить мастер-классы. Ему принципиально важно, чтобы творчество было связано с внутренней работой, с преодолением, со страхом. Видимо, чтобы наверняка и пришла мысль начать написание музыкальной поэмы к божественной комедии «Данте». Вы же знаете, что первая часть – это ад. Это очень серьезная вещь. И ад – чистилище и рай. Что даже где-то лет 15 назад или 10 я не мог себе помыслить, чтобы приступить к этому. Это очень серьезная работа. Это очень сильная психологическая нагрузка. Я считаю, что после себя можно оставить единственную вещь. Это то, что поможет оставшимся проживать. То есть с какой-то помощью. Она может быть материальная, она может быть духовная. Как, например, для него оставил когда-то свое творчество Сергей Есенин, ставшее неиссякаемым родником вдохновения. Если крикнет Радь святая, пинь ты, Русь, жильею даю. Я скажу, не надо рая, дайте Родину мою. Дайте Родину мою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова